Привет-привет! Это канал Письма со всего мира. В эфире мой любимый выпуск автографы звезд. Сегодня у нас будет небольшое количество классных автографов от моих друзей, достаточно знаменитых звезд и, конечно же, вишенка на торте, которую я рекламировала в своей группе. Поэтому не переключайтесь, как говорится. И все это мы сегодня рассмотрим. Итак, первый автограф от подруги Ирины. Ее автографы будут и вот в этой стопочке. Но первым мы рассмотрим автограф от актера Клива Мантла. Этот актер снимается в Игре Престолов, ответил Ирине из театра, прислал фотографию ее подписанную и брошюрку. Брошюрку она решила подарить мне, за что я ее очень-очень благодарна, так как каст Игры Престолов просто огромный. Вот. Посмотрите. Брошюрка была согнута, потому что конверт был 10 на 15, ну, чуть больше. Но это нисколько меня не расстраивает. Главное, подпись. Я абсолютно не привередлива, на каком носителе будет автограф. Это может быть на чистом белом листке или же на флайере. На флайерах я вообще люблю. Ну, или вот на таких брошюрах. Даже интересно, когда актер отправляет что-то свое, какой-то свой бонус. Вот. Ну, откладываем тогда Клива. Далее у нас обзор на два автографа. Юлии Перельсинт и Даниила Страхова. Юлии автограф у меня уже есть. Я немножко забыла его достать, показать вам с альбома. Уже не буду отвлекаться. А вот Даниила Страхова у меня не было. Вы спросите меня, как я его получила. Дело в том, что мой друг очень хороший ездил на их спектакль в Москву. И после спектакля подошел вот и попросил автограф. Абсолютно рассказывал, что Юлия очень приветливая, дружелюбная, хорошо общается с поклонниками. Точно так же, как и Даниил. Для него вообще без проблем стать с кем-то фотографироваться или расписаться. Ну и автограф Даниила, это вот этот вот. Юлия на память. А вот Юлия написала тоже. Юлия любви и Юлия. Спасибо большое, Андрей. Я знаю, что вы посмотрите этот выпуск. Очень вам благодарна. Также, чтобы сразу рассмотреть, еще Андреем был получен автограф Стаса Пьехи. Да, вот Стаса. Мы собирались... Ну, я не собиралась, точнее, на концерт. Но мы собирались сходить после концерта его выловить, скажем так, чтобы взять автограф. И тогда у меня не получилось, потому что приезжали гости из Москвы. Ну, а он сходил и взял себе и мне автограф. Тоже огромное спасибо. Вот такой вот автограф Стаса. У меня было его два автографа, тоже Андрей взял. Второй я подарила Саше, и он расписался на бумаге, в которой были фотографии, то есть в конверсе. Но ничего, это был тоже классный автограф. И вот я решила его подарить Саше. Вот. То есть эти автографы Даниила, Юлии и Стаса были взяты лично. И фотографию классную подобрали, конечно, здорово. Стас тоже хорошо, в принципе, подписался. Не отказывался, не убегал. Потому что мне рассказывал Марьян, что один русский актёр, не буду говорить кто, может быть, он напишет в комментариях. Сказал, да-да, я дам автограф. И улетел, точнее, сел в машину и больше не выходил к поклонникам. Это не очень хорошо. Вот. Марья, ну не знаю, решай сам, напишешь в комментариях имя этого актёра или нет. Но я считаю, что это не очень хорошо по отношению к поклонникам. Ну да ладно. Так, что мы следующее рассмотрим? Какой следующий автограф? Так, это у нас уже будет автограф от подруги Айгули. Так, что-то не фокусируется, ребята. А, вот, ну наконец-то. Автограф от Себастьяна Коха. Шпионский мост, девушка из Дании. Вот, и так он подписался. Так, опять же, серебряный маркер, который я просто ненавижу. Ну, он так вроде бы не особо стирается. Слушайте, фокусировки вообще нет, хоть и тёмный день. Но у меня обычно тогда, когда светло, так вот. А сейчас почему-то плохо видно. Так, отлично, автограф. Спасибо большое, Айгуль. Ну, я ещё поблагодарю тебя, когда буду рассматривать ещё один автограф. Самый мой, наверное, любимый из этой стопочки. Поэтому не прощаемся. Так, ну, следующий автограф я даже не вынимала. Мне как его прислали, так я его и оставила, чтобы он вместе с вами. Ну, я думаю, что вы уже все знаете от кого. Ну, что, заметили? Узнали? Ким Бессингер. Вот такая вот Ким. Ну, перечислять её фильмы имеет смысл или нет? Ладно. «Восьмая миля», «Привычка жениться», «Бэтмен», конечно же. «Секреты Лос-Анджелеса» и множество других отличных фильмов. Вот такая вот подпись. Кстати, в фотографии была именная. Но нам с помощью цитона удалось стереть имя. Тут была Ирина подписана. Это не первый такой автограф у меня. Есть ещё одна актриса. И я абсолютно, скажем так, ну, не брезгую подобными вещами. Потому что, ну, в принципе, тут уже ничего не видно. А автограф на самом деле есть. Пишите ей сейчас. Очень хорошо отвечает. Как-то сразу вот стала массово отвечать. Наверное, молчала пару лет. А потом вот пошли и пошли. И сейчас тоже идут. Причём сроки такие достаточно маленькие. Вот. Поэтому, я думаю, вы ещё успеете. Вот. Сердечки нарисовала. Отличная актриса. Очень довольна, что есть её автограф. Так. Сейчас у меня тут много всего. Опять, опять. Так. Ну, и откроем бонусы. Подобный конверт был хорошо упакован. Там лежат два автографа. Один вишенка, как я вам уже говорила. Да, в принципе, и второй тоже подстать. Ну, давайте. Давайте. Вот первый автограф. Ну, что, узнали? Потрясающий актёр Кевин Костнер. Я даже не буду перечислять его в фильмы, потому что, когда я его получила и посмотрела на бонус, думаю, ну, конечно же, у меня был интерес, кто же там. Но, когда я открыла, я просто визжала от радости, можно так сказать. Ира, ну, вообще, ты меня очень часто балуешь, даже больше, чем я тебе. Но я тебе очень благодарна за такие экземпляры. Вот автограф Кевина. Потрясающий просто актёр. У меня просто слов нету, когда я о нём говорю. Когда я говорю об этом подарке от Ирины. Даже сейчас у меня даже глаза увлажнились, потому что автограф классный. Кевин. Ну, и его автограф. Она ему писала на концерты, насколько я помню. Так от него очень сложно получить. Один раз я ему тоже писала на концерт. Ну, то ли там адрес был не совсем точный. Ну, я не получила ответ. Была расстроена, но Ира мне не даёт скучать и расстраиваться. Потому что вот балую их такими вещами здоровскими. Да, следующий автограф, от которого я в восторге. Ну что, переворачиваем. Вот вам автограф Марго Робби. Харли Квинн. Ну, здесь я хочу, конечно же, ещё раз поблагодарить Айгуль. Мы дружим уже, наверное, несколько лет. Познакомились на сплетнике. Сайт есть такой. Когда я оставила пост с автографами, ей очень понравилось. Потом мы списались ВКонтакте. И она начала тоже коллекционировать. У Айгули на самом деле есть прекрасные экземпляры, которыми она, ну, тоже балует своих друзей. Вот. И ей повезло с Марго аж два раза. Причём два раза со съёмочной площадки. С разных, причём, съёмочных площадок. Площадок я не уточняла с каких. Вот. Да мне, собственно, и не важно. Автограф есть. Правда, она мне говорила, извини, за немножко расплывчатое фото. Ну, я бы не сказала, что оно расплывчатое. Ну, такое не очень фото. Мне, наоборот, очень даже нравится. Видна её роль потрясающая. Вот. Ну, это, видимо, кадры со съёмок. Вот. И её подпись. Вот. Посмотрите. Одна из разновидностей, потому что она подписывается немножко по-разному. Нет, это не значит, что это не оригинал. Такая подпись тоже есть. Просто, ну, раньше она, даже пару лет назад, она писала целые письма. Своим поклонникам. Сейчас в связи с огромной популярностью после выхода отряда самоубийца. Ну, и в целом сейчас она очень востребована. До неё практически не дописаться. У меня есть её фотографии. Сейчас идут съёмки фильма с ней. Я не решилась отправить. Ну, не решилась, потому что мне Айгуль прислала автограф. А почему я не захотела, я не знаю. Мне уже, наверное... Вот я получила, да, я довольна. Мне уже не хочется пробовать ей писать. Тратить деньги впустую. Возможно, она и будет отвечать с этих съёмок. Это закон подлости. Ну, у меня, в принципе, этого закона нету, потому что у меня уже есть её автограф. Очень довольна. Спасибо огромное. Очень выручила. Ну, опять же, вот у меня не хватает слов, чтобы выразить своё восхищение. И мои друзья, они на самом деле классные. Вообще все. Вот. И я очень горжусь, что... Ну, вот они у меня есть. Что мы познакомились. Все они, на самом деле, очень разносторонние, разноплановые. С ними интересно общаться. И если бы не это хобби, я бы никогда, наверное, с ними не познакомилась. Вот. Спасибо большое вам всем. Блин, так расстроилась даже. Ну, растрогалась. Надо заканчивать этот выпуск. Ещё раз посмотрим на автограф Марго. Вот. Как уже и говорила, вишенка просто сливки моей коллекции. Так. На этом буду заканчивать замечательные экземпляры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в группу. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok